Еще несколько лет назад за персонал мало кто держался. Однако, по мнению многих экспертов, сейчас пришла эпоха не работодателей, а работников. Потребность в специалистах в Алтайском крае более чем в два раза превышает количество официально зарегистрированных безработных. Сводила нанимателей и соискателей на этой неделе всероссийская ярмарка трудоустройства. Какие вакансии и зарплаты предлагали, смотрите далее. Открытие прошло 10 апреля рядом со стелой трудовой доблести в Нагорном парке. Устроили даже небольшое авиашоу. Сами работодатели разместились на набережной города. Большинство стендов были связаны с заводами. Оно и понятно, им сегодня не хватает около 7 тысяч человек. Сегодня 40 работодателей краевой столицы подготовили для молодежи, для гостей краевой столицы различные мастер-классы, призы, подарки, конкурсы и различные интерактивные площадки. Можно себя, например, на интерактивных площадках попробовать в роли пожарного, в роли специалиста скорой помощи, поварить сварочным аппаратом. Завлекая, работодатели предлагают потенциальным соискателям тут же ознакомиться с продуктами их производства, будь то напитки, детали или даже шины. Пока некоторые студенты на своем опыте пробовали влиться в профессию, наша съемочная группа узнала о предлагаемых условиях труда. Прежде всего, о размере зарплаты. Ученики у нас начинают от 60 тысяч рублей и уже дальше по получению разряда. Насколько, скажем так, быстро получаются разряды? Но на определенный, скажите, троп, некоторые там 3 месяца обучаются, 4 зависимости уже от должности. Сегодня многие организации, помимо обучения, уже предлагают бесплатный транспорт до работы, различного рода компенсации и даже размещение в общежитии. Битва идет за каждого сотрудника. Желающих, как еще недавно говорили, за забором не найдешь. Если сотрудник изъявил желание, написал заявление на увольнение, естественно, с ним разговариваем. Возможно, есть возможность предложить ему новую работу. Отпуск, может быть, на пару дней? Конечно. Отпуск, да, первоначально. Предлагаем отдохнуть немножко. Благодаря улучшению условий, стереотип о том, что завод – это рабский труд за малые деньги, в умах молодежи стремительно уходит в небытие. И многие действительно не прочь обучиться чему-то новому. Я бы пошел на токаре, потому что токарные работы, они так успокаивают, когда смотришь, как стружка отлетает, расслабляющая. А потом пальцы. Или пальцы отлетают, да, если засмотреться на стружку. Это интересная работа, которая может быть полезным опытом, как минимум, или также приносить вклад в общество. А вот на какую зарплату вообще ты бы рассчитывала? Ну, честно сказать, если усчитывать просчитывающий минимум, и в принципе, сколько? Ну, тысяч, наверное, 40 минимум. 11 апреля школьники и студенты побывали на профтурах на предприятиях. Поговорили с мастерами о зарплатах, об условиях труда. Ну, а уже 12-го во всех районах Алтайского края началась сама ярмарка трудоустройства. Центральной точкой в Барнауле стала Титов-арена. Наблюдателей, скорее, больше, чем реальных соискателей. Но то и дело встречаются люди, которые заполняют анкеты для собеседований. В основном это молодежь. И у нее свои требования к будущему месту работы и коллективу. Чего бы ты не потерпел в коллективе, в предприятии? Я бы не потерпел унижения со стороны этих людей. И то, что постоянно бы сдавали, либо просто испортили бы мне жизнь. Какую бы зарплату ты не потерпел ни в коем случае? Ну, я считаю, для меня тысяч 30 это мало будет. А сколько хотел бы? В районе 70-60 тысяч. Считаю, хорошая зарплата. Однако на такие хорошие зарплаты сегодня могут рассчитывать люди преимущественно технического склада ума. Для гуманитариев и вакансий-то меньше. Я юрист по образованию. У меня есть некоторый опыт работы в данной профессии. Но на некоторых стендах я спрашиваю, есть ли вакансии по моей специальности. Они есть. И, к сожалению, зарплаты даже для людей с опытом, как я, там намного меньше. Во многих случаях, как для вновь пришедших сотрудников на должность, допустим, помощника, мастера. Всего алтайские наниматели, которых в этом году на ярмарке примерно на 20% больше, предложили 9 тысяч рабочих мест. Это почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом. И такая тенденция одних участников рынка труда не радует, других обнадеживает. Работодатели вынуждены идти на невиданные прежде уступки в виде разных льгот и компенсаций. А работники видят новые перспективы. Правда, по мнению экспертов, все не столь однозначно. Во многих организациях, где дефицит кадров, каждый сотрудник работает за двоих, а то и за троих. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.